итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня мы с вами посетим новый проект который называется фантом роли play естественно расположенный на базе игры gta 5 и стоит на платформе рейдж мультиплеер ну и забегая немножко вперед я должен предупредить что данный обзор будет немножко вне рамков моего канала этот обзор будет скорее всего вопрос ответ от администрации вот в таком вот формате никаких обсуждений погружения в данный проект разбор его на составляющие не будет просто поговорим с одним из разработчиков о их планах о том что уже есть ну и вот в общем такое все вы это увидите все будет как бы в реальном времени на данном этапе на момент открытия данного проекта у него проблем на самом деле больше чем решений но вот какие решения у разработчиков какие планы что они хотят сделать по улучшению своего проекта наверное об этом мы и поговорим ну давайте уже заходить на проект и смотреть все своими глазами здорово рогатый здравствуйте вам чем-нибудь может помочь такая чем не может помочь не знаю вы стоите просто марш что-то думаете достаю думаю сказать здравствуйте господин здравствуйте у вас знакомый голос да на кого похож высоцкого да вы наверно поняли на буковку р там один канал до такой рамштайн наверно ну предположим что да я понял уже ну да да и оттуда так могу я вам как один из создателей провести экскурсию или какие-нибудь основы просто объяснить что как зачем и почему но самым коллеги это было бы вообще великолепно да так ну откуда это зачем и почему вы прекрасно знаете да недавно буквально вот недельку назад делали обзор на клон типа подобный на ну да 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 я так понимаю что многие растут дэднет даймонд и тому подобное да дайман душка да прям смотреть значит в чем отличие то есть мы начнем с того что я ваш коллега только у меня платформа маленько другая так можно говорить открытым языком поэтому ну на твиче да 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 то есть вот я со своим другом вдвоем этот проект за основу переработали то есть сделал сишек не осталось ничего что было полностью вообще ничего главное отличие естественно то что у нас здесь получается только и реловские автомобили и в отличие абсолютно от всех проектов там чем какая проблема с машинами то есть когда еле едет 300 когда porsche едет 150 так ведь есть такое вот то есть мы абсолютно каждую машинку настраивали своими руками то есть я понимаю что добавляем допустим одну кучу машин потом их пытаться настроить это пропащий вариант мы то есть дают докинули одну настроили докинули вторую и так далее данный момент больше практически 100 автомобилей гэтажных автомобилей нет вообще для посетителей они только во фракциях но во фракциях они с измененными характеристиками ну типа лспд либо чтобы они могли догонять хоть кого-то чего-то вот машина только и реловские настроены все отлично много меток перенесены настроена полностью экономика зарплаты под цены машин то есть нету таких цеша там 10 миллионов потому что в принципе 100 тысяч чтобы заработать надо как бы повозиться такая вот если вот о скриптах поговорить тут например есть какие-то новые уникальные свои собственные рабочие занятия и именно по рабочим занятиям в данный момент нет потому что мы занимались всего лишь ровно месяц разработки это у нас пока что об это сегодня первый день открытия как пять часов только сервер открыт в данный момент ну а планы 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 конечно планы все все сделано очень много косяков просто устранено а даже по тем же меткам по работам работы исправлены в плане меток что еще у нас такого глобального ну как сами знаете в слитых сборках в них всегда зарыты подводные камни у вас официально да на трудоустройство вот ну чтобы посмотреть да может быть дать какие советы не знаю там ну просто ты чисто для общения может быть даже трудоустройство здесь происходит здесь биржа труда жить насколько я помню да 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 но для начала как в принципе везде там стоял возле мэрии человек бот у которого берете квест лучше по нему сначала пробежаться потому что там даже первые три четыре работы они на них устраиваться не надо это типа мощи кокон стройка там вот это все пока еще ставлю на то единственное что на мойчике окон мини-игра завязано это единственное что флешка стоит тряпкой мажем да 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 на инкассаторах уже посложнее штучка устроена там именно сбор пачек инкассаторами работаем вдвоем но это уже касать слишком далеко это крайние левелы вот работы как бы особо еще ничего не изменено изменена именно экономика экономика подведена в идеал в данный момент как бы на наш взгляд потому что то что было это просто тихий ужас также а изменены блин абсолютно каждый дом изменен интерьер потому что также был один и тот же интерьер вообще абсолютно во всех домах то есть мы их раскидали поставили свои цены поставили свои интерьеры ну все как бы блин все что успели за месяц все свели в общем в идеал а интерьеры стандартные или что-то свое да не гташный гташный один интерьер есть он добавлен только типа как они называются замки не замки он типа кастомный но в течение двух недель у нас до будут именно заказанные свои интерьеры на фракции то есть ну банды небо ты там и так далее еще что прикольно так надо отойти в кабинет что ли так что еще прикольного то есть интерьер больницы свой ну как свой он его просто никто не видел но в нем сделали такую штучку что от больницы лспд сотрудники могут закрывать за собой двери чтоб не проникать всякие ненавязчивые люди реализована блокировка со внутри фракции да 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 ну это тоже прикольно если есть возможность ответить то вот хотелось бы задать такой вопросик всем уже понятно дело приелась до приелась то почему я об этом и спрашиваю приелись одни и те же рабочие занятия люди но игроки они хотят увидеть что-нибудь новенькое по этому поводу вот и вопросик то что вы планируете какие изменения будут чтобы отойти от стандартизации ну конечно хочется уделить именно больше на мини игры до занятия потому что вот это вот тыканье пробела как бы мы сами понимаем что это но слишком допотопная системка особенно вот на начальных работах надо как-то это все развеселить разжевать маленько вот так ну пани работы именно вот прям которые новые до появляются мы на них все смотрим но они добавляются блин они каждый день добавляются в более пресные проекты типа которые на базе редаги файф ма и тому прочего ну где очень ограничен функционал вот здесь мы пытаемся выжать все что можно то есть у меня тоже естественно как у стримера есть скорд там около 200 человек то есть мы чисто запустили среди своих нигде ничего не рекламе ли то есть это проект для всех своих кому кого-то и балла на данный момент там осуждаю на всякий случай да кому надоело на данный момент на все на привательское отношение к автомобилям то есть мы пока углубились в это и убрать все косяки присущие вот этой сборке таких как экономика на данный момент акцент стоит на транспорте да вам следует там прокатиться посмотреть есть машинки которых нигде нет тест-драйв бесплатный именно управление мы на это положили как бы много сил реально прям конкретно каждой машины занимались конечно сейчас посмотрим пройдем я наверно еще какие-нибудь все-таки рабочие занятия посмотрю может быть и найду что посоветовать не знаю там но все равно пообщаться как-то надо ну а в принципе то что вот именно взята вот эта сборочка конечно не могу сказать что вот я прямо рад за это очень хочется увидеть что не свеженькая вот вообще в ожидании чего-нибудь свежать как а поэтому я начинаю вопрос задавать именно вот с того как игрок зайдет да и что нового он увидит какие у вас есть планы по этому поводу ну пока я так понимаю что мы имеем дело со стоком да но именно вот по работам может сказать что да ну давайте пойдем очень посмотрим что ли да какие-нибудь там те же самые изменения вот интерфейсики посмотрим интерьер чеки вернее единственное да мы еще сегодня прям на ревизе только заметили тему когда создаешь персонажа и сдвигаешь хоть один ползунок ломается лицо у него полностью пока все не сдвинешь да да я это заметил я выбрал персонажа я бы еще на вашем месте поменял бы немножко функционал не с прически надо начинать а вот именно с лица я вас попал давать парень он до машинки так ну что начнем сбить салона да покажу вам ошибки все остальное вы сами знаете там уже подскажу дачу куда кстати вот с ремонтом машин здесь же тоже такая же проблема разбитая машина заходишь в магазин с телепортации и машина становится новая да нет она остается и и даже если да и даже если ты вот оставляешь ну там через двоечку запарковать то есть у нас дома по слотам получается машин зависит от цены то есть нету как такового гаража сколько у типа ну слотов в доме так и паркуешься вот и если ты можешь припарковать в любом месте нажимаешь двоечку припарковать т.с. и пигде ты даже перезаходишь там через неделю через год она в том же самом месте спавнится через планшет поэтому мы все за основу потому что здесь функционал просто бешеный но он не не реализован до конца его возможности вот хотим допилить и плюс как бы ну вот сразу же на подходе хочется увидеть интерьер а его нету не это у меня войс отлетел наверно да да на f7 если что такая по интерьер чем-то планируется нет потому что ну такая затаска на тему вот этот маркер рядом с магазином на поле и это нежного то тоже если есть какие-то возможности то поставьте пожалуйста ну да действительно интересный игрок играет глазами это всегда говорю а здесь него что я вас прекрасно понимаю сам люблю обращать внимание именно на мелочи даже тот же самый интерфейс когда ты входишь ну как это сделано красиво да эстетика это всегда действительно важно ну пойдем посмотрим а чё за тема с арендой это что такое можете арендовать автомобиль на он арендуется вроде как на час вы можете ездить на нем спокойно ну и вот тут друзья я наверно ставлю ряд своих комментариев по поводу вот этого вот во первых я действительно не помню чтобы я видел аренду автотранспорта в автосалоне не помню я могу ошибаться но я что-то не могу такой фишки припомнить но тем не менее ладно вот так вот она выглядит да можно не давать машину вы это видите по автосалону в общем то естественно проект перенял все недоработки которые были когда-то на проекте diamond то есть нету плавности прокручивания автотранспорта она дерганая очень и в самом начале разработчики сделали немножко неправильно покраску автомобиля вы можете заметить что цвета повторяются но это не повторение цветов тут и не только цвета повторяются а повторяется и еще и материал то есть изначально машину можно было покрасить в разные текстуры то есть перламутровый металлик матовый но это было не сделано в отдельной категорию а просто в один рядок кажется что просто цвета меняются на самом деле они не меняются ну а вернее сказать меняются и цвета и меняется текстура покраски но вот как это определить только визуально к сожалению на отдельные пункты это было изначально не сделано ну а сделают ли ребята это переделывать лету меню ну не знаю наверное это покажет время в целом да действительно на проекте есть только исключительно реалистичные автомобили все стоковые гташные они убрали это тоже имеет место быть я показывал на своей практике обзоров всего один проект который сделал примерно так же но его уже нету ну и точно так же как и недостатки этого магазина также к проекту достался и вот этот вот интерьерчик интерьерчик стандартный и он принадлежит всем магазинам то есть какой бы магазин вы не зашли будь то начального уровня или самый топовый везде будет вот такой вот интерьерчик ну а по машинкам вы видите есть интересные машинки кстати вот эта машинка вообще электрическая то есть она гибридная надо 80 едет на электрик на электротяге ну а дальше подключается двигатель тоже такая интересная изюминка да действительно машинки есть интересные хоть и бюджетные но все равно есть интересные претензии все те же как и везде нету плавности прокручивания на самом деле очень неприятно прокручивания да да согласен согласен полностью тут по механике прокручивания и в тюнинг мастерской это все вот в тюнинг мастерской вообще по кнопкам в данный момент еще даже то есть но если бы вы брали их на тест-драйв вы бы поняли весь подход я посоветовал бы даже вот gtr 73 ешку 86 взять на тест-драйв сейчас здесь среднем увидите маркообразные причем в маркообразном там тюнинга прям тьма там то есть вы можете до применять не то что внешку а сам вид двигателя под капотом ну сходите посреди здесь уже прям много машин то есть самый распространенный салон средний ну и вот друзья опять я вставлю несколько своих комментариев так как опять автосалон опять просмотр машин кстати буду прокручивать их достаточно быстро ну потому что это все-таки машинки модельки очень-то останавливаться на них наверное нет никакого смысла да к тому же по характеристикам здесь информации я бы сказал минимум но это одно из замечаний про цветовую палитру и про то как сделаны здесь цвета покраски и материалы выведены неправильно я уже сказал есть еще одно замечание у меня по поводу тест-драйва то есть когда вы берете машину на тест-драйв дается всего 60 секунд ну то есть одна минута за минуту ну вообще невозможно ничего понять поэтому не знаю если разработчики посмотрят в дальнейшем этот эту запись то пускай сделают хотя бы пять минут а лучше как это делается на многих проектах до момента пока вы не выйдете из машины вы все равно ездите по параллельной карте никому вы не навредить ничего сделать не сможете но покататься понять как машина себя ведет в заносе в проворотах как она отстреливать как сколько выжимает для этого нужно время ну а одна минута это вообще ни о чем а здесь тест-драйв проходит всего на одну минуту ну и вы можете наверное заметить что после обновления gta в автосалоне почему-то появились грязные машины но над этим ребята работают как какова причина такого бага пока не знают но поэтому это выглядит смешно грязная машина стоит в автосалоне хотелось бы еще сказать что но если есть возможность чтобы поменяли интерьеры я сказал да что любой автосалон будь то бомж класс или элитный класс все равно выглядит одинаково мне очень это симпатично выглядит ну а в целом вот такой вот автосалон такие вот машинки но и в общем то вот такие у меня замечания двигаемся дальше следующий последний автосалон который мы посмотрим естественно он будет элитный как сам вообще объем автопарка ну как он смотрится и так далее ну если быть честным то я на своей памяти это второй проект который отказался полностью полностью отказался от использования стандартных автомобилей первое название не вспомню давно на нем был и вы 2 который полностью отказались тут уж не знаю как судить на самом деле тот проект про который я говорю да они использовали только исключительно реалистические машины не знаю как это игроки так этому относится не знаю но я принципе за тут только надо понимать что это кастомные машины да не все они хороши ну да есть такое но у нас увидите фишка в том что реально даже разгон до сотки приведем к реальным показателям то есть как в реале машина едет так и здесь ну наверное могу только посоветовать более тщательно относиться к моделям не все модели хороши они бывают очень красивые но она слишком высокополигональная фпс да мы в курсе в курсе в курсе по крайней мере у меня на моей сборочке меньше 110 вообще еще не видел даже за сегодня когда уже онлайн ну такой побольше не за бт-шка либо может с хостом повезло нам конечно но пока это это немаловажно на самом деле момент хост это много я на многих проектах побывал на которые заходишь и понимаешь что у человека на компьютере он стоит проект потому что ну вот у вас да действительно 110 120 118 вот так вот идет фпс у меня тоже на самом деле вот бывает заходишь а он 70 на одном проекте показывал мне вот 40 и все это у кого-то стоит на компе на каком покраске колес к сожалению пока тоже нет что еще но уходит цвета мы почему-то пришли тоже к тому мнению что как везде сделана палитра палитра это очень скудно потому что получается очень бледно в тюнинге цвета перебираются ну цифр коми типа что и многотажные то есть там есть допустим красный гранатовый там вот это всякие подобия то не сходят каким-то отливом все равно есть вот пока что то в общих чертах все понятно посмотрели то на чем вы сейчас поработали над остальным вы не работали в общем то есть смысла пока показывать я никакого не вижу но интерьер больницы единственное больница то есть нас получается не с двойным проходом сверху и снизу сделали только снизу чтобы именно чисто под интерьер подходи вот еще кстати один из вариантов немногие проекты это реализовали да и на самом деле сейчас вот и не вспомню наверное только на платформе файфм есть так вот я веду к тому что дам машинки легковые используют многие до меняют там что добавляют покупают там и тому подобное но никто не акцентирует внимание на грузовом транспорте а как у вас с этим грузовой именно по доставке гэтажные то есть рабочие фракционные автомобили у нас именно гэтажные просто с измененными подправленными характеристикой вот то есть так то есть вот что у нас представляет из себя больничка то есть входа сверху нету чтобы но не было этой путаницы и так далее так я наверно сейчас как не сотрудник не смогу наверно ничего открыть у вас нет двери да 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 доступа не будет и правильно ну просто вот эти двери надо вот именно эти подправить потому что именно оттуда выходят люди у вас крякнуты ну там лифт и так далее со второго этажа ну и также мне нравится именно как-то работает в подышки в армейке то есть что ты входишь начальнику полиции и никакой там токсик не забежит то есть тебя еще и за дверь за этими дверями не слышат вот в чем прикол это огромный плюс это некий уют то есть ты можешь оградиться от действительно те кто забежит как я сейчас он зашел ко мне подбежал какой-то парень что-то там какой-то херними наговорил да вот такого не произойдет то есть ты отгородился тебя действительно как свой какой-то номерок такой вот в которой никто другой не ворвется и это правильно вот мы не сможем тебя пойти и на хулигане там если врач откроет дверь то есть уже смогут забежать но но вы поняли короче да 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 ну да да вот здесь то есть до поднимаешься на лифте там еще двухэтажный отсек то есть палаты реанимации управленческий отдел еще есть лифт на крышу то есть ну вертолет для высших рангов также в пдшки вертолет для высших рангов магазин есть летные техники в армии истребители самолеты храм хаммер кстати есть в армии вот единственная наверно фракция кастомный автомобиль присутствует один и вот друзья такой вот у меня получился обзорчик данного проекта дальнейший разговор с разработчиком уже имел косвенное отношение к самому проекту больше разговоров больше общения и меньше уже обсуждения самого непосредственно проекта поэтому записывать дальше я уже и не стал ну а по поводу данного проекта в общем то вот наверное из этого диалога с разработчиком вы понимаете что это по сути та же самая diamond ну или по в дальнейшем переделанный дэднет в общем-то за основу взята вот это именно сборка ну а что из нее вырастет наверное покажет время как я и сказал в самом начале ролика что данный формат обзора как бы выбивается из направления моего канала поэтому вот получился больше диалог и так сказать вопрос-ответ они какой-то либо обзор да и на самом деле какой обзор можно сделать на проект который только открылся и взял за основу достаточно старую сборку в чем сами разработчики прекрасным признаются они это понимают да и они хотят решить этот вопрос ну и как я уже сказал посмотрим наверное в дальнейшем до во что превратится едва что выльется их задумкой что они смогут сотворить с этим проектом но на данный момент он выглядит вот таким вот образом и в моей практике уже есть подобный обзор примерно такой же схожести по тому состоянию потому как хотели открыть проект назывался он gt drive можете посмотреть вот по этой ссылочке также ребята взяли заезженную сборку начали с машин но вот они к сожалению долго не просуществовали на данный момент проект открылся и практически сразу же закрылся что будет здесь ну как я сказал давайте подождем если подвести какую-то черту данный проект может сейчас заинтересовать наверное только любителей реальных машин да здесь действительно только реальные машины за исключением фракционных и естественно госслужащих в остальном вы можете приобрести реальные машины из жизни и только их с реальными характеристиками как нас заверяет разработчик ну а в целом вот я показала в общем-то разработчик рассказал то что вы услышали то на данный момент и есть на проекте так что вы можете зайти поучаствовать в жизни данного проекта я оставлю ссылочку на их дискорд под описанием к этому видео так что как говорится в элкам да ну а далее уже смотрите сами вот такой вот у меня получился обзорчик спасибо всем кто посмотрел играйте получайте удовольствие и всего вам доброго до конца